Батюшка Батюшка Отец Константин перенес плановую операцию под наркозом в Пермской частной клинике. После этого состояние батюшки резко ухудшилось. Отец Константин за свою короткую жизнь стал для многих людей надежным, искренним, светлым другом. Отец Константин – это наш самый лучший друг и наставник с моей подругой. Он приехал, увидел нас, мы стали хорошо общаться. Он начал водить нас, учить много новому, учить играть на инструментах. Учить фотографировать. Весь приход, тульский приход, наш сольский приход, все очень потрясены, все грустят. Но мы с молитвой должны это все пройти. Батюшка Константин был прекрасным человеком, столько людей к нему пришло в храм. Отец Константин был творческим человеком, успешным бизнесменом, родом из Омска. На собственном примере он показал искренность и чистоту священного чувства веры, любовь в духовной жизни людям, детям. Большая радость, что Константина Германа судьба познакомила и с Уралом. К слову, Пермский край очень полюбился отцу Константину и всей его семье. После переезда он служил в Свято-Троицком Соликамском мужском монастыре, а после в Женском Спасо-Преображенском монастыре в Уссолье. Уроки о главном в общеобразовательных школах под аккомпанемент гитары и молодежно-вокально-инструментальный ансамбль «Соль земли» в Уссольском доме культуры послужили истинной наградой для подрастающего поколения. И самым ценным в жизни отца Константина была его семья, большая, дружная, о которой можно только мечтать. Выражаем глубочайшие соболезнования матушки Марии Александровне Герман, супруги отца Константина, и уверены, что все самое прекрасное и душевное от него будет жить в сердцах пятерых его детей. А семья запомнит отца Константина как светлого, любящего и жизнерадостного человека. Евгения Лосева, Никита Игнатьев. Наши новости.